Войдем в зиму с теплом. Сегодня на повестке дня у жителей городского округа стоит вопрос, когда будет подано тепло в дома, когда начнется подача горячей воды. На эти и другие темы дает комментарий глава городского округа Александр Баранов в постоянной рубрике Тихоокеанского телевидения «Телеэксперт». Сейчас в сетях очень сильно обсуждается вопрос, войдем мы в зиму вовремя или не войдем. Это самый главный вопрос. Этот вопрос держится на контроле министром ЖКХ и заместителем правительства Приморского края Пархоменко Еленой Александровной. В зиму мы войдем однозначно планово. Те сети, которые были демонтированы, уже два участка, в принципе, готовы, они проходят в этой неделе уже гидравлические испытания. Следующие участки будут проверяться на следующей неделе и 15 октября основная, то есть две трети сетей, которые задействованы на отопление нашей многоквартирных домов, они будут запущены. Котельная и бойлерные теплопункты готовы, они приняты соответствующей комиссией. В Дунае два котла готовы полностью, третий котел проходит капитальный ремонт, то есть оборудование все привезло, его просто собирают. То есть он будет, можно сказать, новый. Это касаемо тепла, то есть в этом плане, как говорится, жителям тревожиться не надо. Топливо закуплено, вагоны идут, все лето и по настоящее время нас будоражит это состояние сетей, электрических сетей, ну и сетей водоснабжения. Ну, так скажем, касаемо вот этого последнего случая с водой, я так скажу, работники структурного подразделения Примтеплоэнерго, ну, как говорится, получили от своих начальников, так сказать, взыскание, как там правильно назвать, в связи с тем, что на водозаборе четыре кабеля, но один очень ветхий, еще 59-го года, понимаете, 59-го года. Многие еще не родились, этот кабель уже лежал, понимаете, вот, ну, все равно четыре кабеля находились на одном, то есть не работали с предприятием с сетевыми, обороноэнерго, РЭС, для того восстановления резервного кабеля. В результате, пока там устранили повреждения на сетях, вода ушла. Второй недостаток их был. Емкости должны быть наполнены всегда минимум на 75%, то есть на две трети. Не были наполнены, у них была протечка. И вот в результате вода быстро закончилась, пока устранили, пока, опять же, накачали. Вот такой длительный период. Сейчас Дальневосточная распределительная сетевая компания активно проводит работы по резервированию сетей. Кто-то живет на Карломарксовине, там в районе гаражей строится линия воздушная между двумя трансформационными пунктами, для того, чтобы иметь резерв, то есть закольцевать. Вот, здесь на Постниково, видите, меняется кабель, вот там благоустройство, они постараются не сильно повредить нам, но вот и ведут подстанции промысловка, то есть для того, чтобы, это идет на Ленина, чтобы, опять же, закольцевать. Вот это проводится по электросетям. Касаемо сетей по воде, так скажем, внутри города еще более-менее сети нормальные, а вот водовод от Волчанки, это водохранилище, до Фокина и до Дуная, он достаточно ветхий. Поэтому, а стоимость реконструкции, это полмиллиарда, у которых пока у края, у предприятия, примтеплоэнерго, таких денег пока нет. Спасибо. Спасибо.